Кабинет физики Одинцовской школы номер один осталось дополнить мебелью. Директор Оксана Романовская показывает членам рабочей группы по контролю за ремонтом образовательных учреждений результаты проведенных работ. Этот класс родился заново. Обновленные стены, потолок, пол, коммуникации. Самые сложные работы в школе – ремонт проводки. Для функционирования объекта был изготовлен электрощитовой блок по новым стандартам. По бюджетной смете на школу для ремонта текущего косметического было выделено 4 миллиона 539 тысяч 700 рублей. Ремонт спецкабинетов биологии, химии и физики, покраска рекреаций, туалетные комнаты и замена светильников в рамках программы по энергосбережению, то есть замена светильников с энергосберегающими лампами и реконструкция электрощитовой. В этом году отремонтировано 50 образовательных учреждений района. Затраченная сумма – почти 150 миллионов рублей. Из них 100 – из бюджета Одинзовского района. 39 миллионов – средства поселений. Основные работы – ремонт кровли и веранд в детских садах, обновление классов, санузлов и коммуникаций в школах. К 20 числу должны быть закончены ремонтные работы. Инспектирование происходит рабочими небольшими группами ежедневно практически. И приемка полным ходом уже практически осуществлена. В Одинцовском лице номер 6 все готово к встрече учеников. В одном из кабинетов начальной школы по желанию родителей сделан авторский дизайн стен. Чистые, уютные, обновленные классы, просторные, рекреации. В этом году были выделены средства на обновление лестничных пролетов, которые ни разу не ремонтировались. По доказам избирателей, депутата Московской областной думы, первого заместителя и председателя областной думы Ларисы Евгеньевны Лазутиной, на 2 миллиона мы ремонтируем лестничные пролеты. Замена, соответственно, плитки, стеновые панели, ну и новые будут красивые перила, безопасные для деток. Ремонт детских садов и школы Одинцовского района проводился по всем современным стандартам. С использованием новейших стройматериалов и оборудования. За качеством проведенных работ внимательно следила общественная палата Одинцовского района, члены которой осуществляли ежедневный мониторинг ремонта учреждений. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.